Добрый вечер, дамы и господа. У микрофона Юрия Пронько. Сегодняшнее реальное время идет в реальном времени на волнах радиостанции Финам-ФМ. Сегодня мы будем обсуждать, пожалуй, самую такую актуальную московскую тему, да и общероссийскую тему. Президент определился с кандидатурой нового мэра Москвы, но с большой долей вероятности можно говорить о том, что в ближайший четверг господин Собянин станет новым городоначальником столичным. Я не думаю, что у него возникнут проблемы с утверждением в Московской городской думе, где, напомню, из 35 депутатских мандатов у единороссов 32 мандата. И, кстати, вот уже коммунисты сделали официальное заявление, что фракция КПРФ в Мосгордуме будет голосовать против назначения Сергея Собянина на должность мэра Москвы. Как отмечают коммунисты, это не связано с персоной конкретной кандидатуры, а связано с тем, что отменены прямые всенародные выборы московского мэра. Такова позиция коммунистов. С депутатами Мосгордума мы еще обязательно пообщаемся. В ближайшую пятницу, когда вот они в четверг утвердят, в пятницу мы их уже позвали в эфир. Надеюсь, господин Метельский придет к нам, руководитель фракции «Единая Россия». Пригласили мы коммунистов. Мы приглашаем всех, да? И вот сегодняшний день не исключение. У нас два очень интересных гостя. Ну, во-первых, это первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России Валерий Рязанский. Валерий Рязанович, добрый вечер. Добрый вечер. Все хорошо у вас с наушниками здесь сделают, слава богу. У меня нет. А у вас нет. Александр, далеко не уходите. Сейчас вы его придут. И бывший губернатор Тюменской области, ныне помощник руководителя администрации президента России Леонид Ракетский. Леонид Юлианович, добрый вечер. Добрый вечер. Мы-то вас хорошо слышим. А я нет. А вы нас не слышите? А мы вас слышим. Но пока это... Не трогайте. Не трогайте. Вы меня сейчас слышите? Работаем в прямом эфире, поэтому такие накладки могут происходить. Сейчас, если что, наши техники поправят. Валерий Иванович, позвольте с вас начать. Да, потому что теперь Единая Россия будет за все отвечать уже конкретно. И в конкретном городе, и в конкретной столице. Собянин сегодня, в общем-то, на встрече с вашими коллегами из МОЗ Гурдумы фракции Единая Россия честно сказал, у меня нет программы. То есть это вот достаточно откровенное заявление. И далее, если его цитировать, но есть опыт и знания. Вместе с вами, общественными организациями, мы эту программу сформулируем. Валерий Иванович, я знаю вашего человека, отвечающего на прямые вопросы откровенно и предельно честно. Как вы считаете, можно ли было предлагать кандидатуру человека, у которого нет программы по развитию такого огромного мегаполиса, каком является Москва? Конечно, можно, потому что опыт работы Сергея Семеновича на всех тех должностях, о которых наверняка скажет Леонид Иванович, говорит о том, что такого рода политик, безусловно, в самое кратчайшее время сумеет подготовить с помощью своей команды, подготовить соответствующую программу работы. Что касается концепции развития города, то, безусловно, она не может появиться мгновенно на первый день работы нового мэра города. На это потребуется время. Но наверняка, и это есть в прямой речи Сергея Семеновича, когда он комментировал депутатам фракции свое видение, он сказал, что основные проблемы, с которыми сталкивается город, он знает и чувствует. Поэтому нельзя сейчас требовать от Сергея Семеновича целостной и ясной концепции развития города, либо решения тех проблем, которые перед городом стоят. Ну, в самое ближайшее время, я уверен, это будет сделано. Я, конечно, сейчас буду пытать господина Ракетского, я честно скажу. Илья Анатольевич, я вам благодарен, что вы ко мне пришли на эфир. Я вам благодарен. Но не последний раз же. Ну, нет, конечно. Ну, я надеюсь, что не последний раз. Валерий Анатольевич, еще все-таки один вопрос задам от уже слушателей. То есть я буду чередовать свои вопросы с вопросами слушателей, с их звонками. Валерия им пишет. На значение Собянина власть плюнула... Я вам цитирую письмо. Можете проверить на финам.фм. Власть плюнула в лицо Москве и москвичам. Многомиллионный город образованных людей не нашел кандидатуры в мэры среди земляков. Власть абсолютно не желает слушать народ. Вот позор такой власти, позор такому народу. Что скажете? Я скажу, что... Ваш тезка такое письмо присутствует. Ну, что делать? Надо отвечать тезке. Я думаю, что проблема смены или вот увольнения Юрия Михайловича, в случае не от должности, я не хочу это комментировать. Это уже много раз комментировалось. И то, что смена происходит не в режиме, будем говорить так, когда предлагается преемник, в этом может быть как раз и проблема того времени и той команды, с которой работал Юрий Михайлович. Что касается кандидатуры, на мой взгляд, комментарии все уже на этот счет были даны. Мы имеем дело с крупным региональным лидером, который работал в регионе, в одном из успешных. И опыт работы, и как законодателя, мэра, хоть небольшого, но мэра города, работа в администрации президента, работа в избирательных штабах самого высокого уровня. Мне вот довелось с Сергеем Семеновичем работать в штабной структуре по выборам президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Я знаю, что его стиль очень жесткий управленец, очень требовательный управленец. Что касается выбора «Единой России», да, было предложено четыре кандидатуры. Президент выбрал, что называется, человека, которому он в этой части полностью доверяет. Фактически это начальник его избирательного штаба. Поэтому вполне естественно, этот выбор и нас радует, с одной стороны, с другой стороны, нас ко многому обязывает. Потому что президент в очередной раз подчеркнул, что партия «Единой России» для него является партией его поддержки. А значит и требования к нам, как партии поддержки, будут, безусловно, только возрастать.